денис приветствую тебя наш традиционная встреча ну правда давно уже с тобой не виделись я надеюсь то что практику мы с тобой возобновим очень приятно что ты смог сегодня найти время опять же чтобы подготовить этот совместный контента и опять же с тобой обсудим в том числе и кларно может быть выйдем опять на две встречи опять же по факту твоей загрузки по времени две встречи в неделю и согласуем также окончательно еще графика я знаю то что очень много обращений к нам писали наш трейдер инвесторы клиенты да делся вот собственно уложим сегодня всех твоим присутствием и твоим техническим анализом рад тебя видеть взаимно очень приятно то что снова есть возможность проводить параллельных и технический и фундаментальный сбор мы тем более с тобой ранее придерживались политики того что анализируем одинаковые инструменты чтобы у тех кто следит за нашим совместным почтам контента но фактически выбор на что делать акцент чему больше уделить внимание техники фундамента но кстати говоря последний раз когда мы с тобой анализировали рынке это было несколько месяцев назад у нас был одинаковый взгляд причем по основным инструментом мы с тобой находили достаточно аргументов по из техники фундамента чтобы оправдывать вот ранее слабость доллара кстати с тех пор очень неплохо сначала просела а сейчас из-за меняющихся рыночных настроений и определенных изменений в риторике фидеризерва доллара восстановится хотя я считаю что вот те пиковые значения которые мы сейчас видели по индексу баксов районе 93 чуть повыше это и есть пиковые значения выше наверное сильно мы пряты пройдем ну что сегодня тогда давай приурочим наш анализ если ты не против а если есть что плане техники про евро сказать и про афу ну евро конечно же как сегодня без европейской валюты на повестке заселение европейского центрального банка напомню друзья то что это пожалуй самое важное событие недели 1445 ставки спустя 45 минут после этого пресс-конференция кристин вода главы европейского центрального банка давайте на демонстрации кран у меня там евро открыт так что я думаю о европейской валюте я некоторое время назад стал больше рассматривать евро через короткие позиции то есть потенциалом шарту сначала это потенциал был до отметки 1.18 удалось подкатиться до уровня 1.18 теперь я нужду евро честно говоря где-то в районе отметки 11 17 11 16 50 и буквально в рамках этой недели больше акцент делаться на рыночные настроения потому что я смотрю за тем как сейчас позиционируются трейдеры смотрю на данных компания market сколько трейдер сколько продают по-прежнему есть перекос именно на стороне тех кто больше покупает и я опять же делаю вывод что рынок прежде чем может быть потенциально развернется вверх сначала добьет до каких-то локальных минимумов которые я в принципе назвал сегодня повторю заседание европейского центрального банка я почти уверен то что кристин лагард во время своей пресс-конференции лишь отметить что еврозона нуждается в экономических стимулах как и раньше то есть это и программа качественного смягчения и программа экстренного выкупа активов почти на два триллиона евро без каких-либо изменений и корректив ну и разумеется ставки тоже будут менять даже не будут анонсировать возможные изменения в будущем это мы можем использовать то есть подтверждение мягкой риторики cb на контрасте опять же с тем что многие верят его скорое ужесточение политики фид резерва хотя я не очень как бы отстаиваю такую точку зрения но в какой-то степени понимаю тех кто повелся на последнее неоднозначное заявление фид резерва якобы о том что все может быть в плане корректив программа количественного смягчения со стороны американского центрального банка поэтому сегодня я предлагаю во-первых торговать волатильностью потому что событие важное и движение мощные во вторых и сделать акцент на именно контраст монетарных политик если и cb просигнализирует и точнее оставить в силе все как есть это мягкая конечно же и на контрасте с содействиями и политикой cb будет прс который на пороге возможного изменения самой денежной политики цели не супер прямо такие амбициозные то есть я не настаиваю на том что нужно ждать евро то в районе 1 15 но вот сто сто пятьдесят пунктов а еще по евро можно опять же даже поэтому сделка сегодня целый лимит с уровня 1 18 20 стоп лосс 1 18 80 ты так профит 1 16 50 британская валюта очень лихо восстанавливается опять же если сравнивать с динамикой евро конечно же и прочих рисков очень фунт впереди планеты он раньше валился круче всех из-за пандемичных рисков из-за ситуации с к виду непосредственно а берега британии сейчас также быстро восстанавливается вот локально проходит линия тренда я не то чтобы сейчас хочу дать рекомендацию кому-то поработать с фунтом мне кажется что любые сделки с британцем сейчас являются очень рискованными поэтому я здесь сохранил выжидательную позицию то есть каких-то новых рекомендаций не будет может быть с точки зрения техники ты нашел какие-то интересные уровни сегодня прокомментируешь информация будет полезна поэтому сегодня предлагаю сфокусироваться непосредственно на евро по факту вот этого важного события cb фунт я трогать не буду но возможно в следующий раз во время нашего с тобой следующего эфира а что-то интересное удастся найти винис слова передаю тебе хорошо сейчас я сделаю показ рабочего стола секундочку вспомню как это делается отлично пойдем я должна быть уже видно во первых мне нравится наша с тобой синергия мне кажется она никуда не девалась я поддерживаю 2 менее по поводу евро скажу даже больше дело в том что сейчас цена ну как таковой особой реакции с точки зрения покупателей себя не проявляет при этом кумулятивные дельты у нас достаточно агрессивно растущая можно просмотреть даже предыдущей неделе каждый раз когда росла кумулятивная дельта чем заканчивалась заканчивался этот рост и что в дальнейшем происходил с рынком то есть локальный тренд который там начался еще весной текущего года он продолжается вниз поэтому с учетом того что происходит как сейчас выглядит эта комбинация и с учетом того что еще и нижние границы рынка все-таки остались нетронутые в районе уровня 1 17 там плюс минус 30 пунктов то я больше станет вариант что все-таки евро попытается обновить минимум единственное что я все же не призывал бы сейчас открывать сделки на продажу причем потому что евро достаточно такой выносящий инструмент и на ставке плюс еще в дальнейшем конечно на пресс-конференции сегодня очень запросто могут вначале протестировать верхушки как-нибудь сходить вверх кинуть шпиль там да что угодно самом деле любую комбинацию здесь могут нам осуществить а затем после этого красиво сделать разворотку видно даже как по ступенькам депо опускается вниз то есть тем самым формируя попутные области сопротивления поэтому если не с текущих то следующая область я бы скорее всего сказал это в районе 1 1850 и в принципе ничего не мешает даже туда кинуть тени после этого красиво валится вниз поэтому я по евро скажем я отношусь к тем трейдерам которые не спешат входить в рынок и в принципе не понимаю зачем спешить спешить входить в рынок потому что успеть вы всегда успеете а вот войти грамотно это уже немножко другой уровень осознания трейдинга поэтому здесь все таки лучше немножко переждать либо если появится какая-нибудь хорошая красивая комбинация больше это относится к тем кто внутри дня торгует если внутридневная красивая комбинация появится шортовая тогда ее можно будет расторговать но так вообще ключевым уровнем для меня является 1 17 здесь также еще проходит стратегические уровни здесь же находятся еще и опционные границы то есть граница месяца находится текущего границы следующего месяца здесь же у нас находится но вот и целом мне ну реально очень нравится комбинации с тобой ниже плюс с учетом кумулятивной дельты наглядно видно чем все это заканчивалось в прошлом поэтому я лично за тобой что касается фунта по фунту как ты уже правильно сказал очень резво цена начала отрастать если честно начал отрастать не совсем понятного уровня потому что я понимаю там в районе 1 35 30 1 35 ровно то есть там границы были рыночные да но тот куда начал расти фунт по сути там не было особо ничего там слабенькие очень старые слабые уровни которые по сути даже были распилены из них рост как-то если честно не туда и не сюда кумулятивы у нас просто дичайше положительно хотя частично цена в принципе совпадает с движением кумулятивы но снова таки здесь есть очень такой каверз момент то что цена подходит к области скопления профилей причем далеко не единичного случая раз два три ключевых недельных профиля плюс границы недели у нас попадает в такую область зоны продавцов 138 05 138 60 и также одна вторая маржинальная зонка там чуть ниже находится ложный пробой зонок это абсолютно норма и конечно же если к этому еще и приплюсовать верхнюю границу канала либо это же будет трендовая линия сопротивление то с учетом всех этих суммарных факторов ясно не осмотрен что мы увидим вот от этой зоны еще нисходящее движение вопрос в том будет ли она с обновлением минимума вот в чем вопрос здесь честно 50 на 50 может дойти до самой самой ближайшей области поддержки то есть у нас там где точные объемы в районе 1 36 35 1 36 40 то есть здесь находится у нас самая ближайшая зонка покупателей то есть она не очень сильная но тем не менее она там есть поэтому могут либо к ней подойти и от нее уже сделать дальнейшую разворотку верхом целью 1 40 либо все-таки на обновление минимума и отсюда пойти уже на 1 40 как будет заранее к сожалению будущего я не вижу но исходя из того что есть на данный момент с этой области я бы действительно рекомендовал начинать искать продажи это очень хорошая область сопротивления ну и плюс если ее там дополнить то сами сейчас увидите вот на протяжении всего падения вниз у нас есть очень четкий профиль вот он накопленный объем и куда он попадает он четко попадает в эту область сопротивление в зону продавцов поэтому я за локальный шорт по фунту но с обновлением минимума или без к сожалению здесь наверняка сказать не готов потому что ну очень такая ситуация пока каверзная но продажи отсюда однозначно искать стоит пассивки дениса анализ как всегда техника на высоте хорошо что смотрим вместе по евро вниз а очень рассчитываю на то что действительно сегодня по факту этого фундаментального события будет хорош и нужны необходимая логичная реакция и мы видим принципе если взять за основу что риск как правило демонстрирует общую динамику и такие коррелирующие движения то конечно же следом за евро может также вниз пойти и фунт поэтому здесь я солидарен с тобой что скорее уже вниз по фунту денис ну что еще раз большое спасибо тебе что сегодня подключился рать и видеть возобновить на постоянной основе наши с тобой встречи и вместе как и всегда разбирать рыночную ситуацию тебе хорошего закрытия недели что остается два дня и классных выходных и надеюсь до следующей недели обязательно до следующей недели это я уже обещаю где тоже отличный выходных и шикарного закрытия торговой недели спасибо денис до связи до связи денис до сих пор